Краткие проповеди Чарльза Сперджина Проповедь 38 Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стих. «Я знаю людей, которые не любят приказа работой и очень удручены, если им говорят что-то об обязанностях». Кто недоволен этим требованием, тот недоволен Богом. Подумайте об этом. Кто не любит практическую сторону христианства, может делать с библейским учением что хочет, но ему не хватает самого важного. Текст гласит «работай». Это нечто практическое, нечто действенное. Работай. Он не говорит «сын мой, думай, размышляй, проводи странные опыты, ищи новые учения, удиви своих ближних своими собственными причудами и странностями». Здесь не говорится «посещай одну конференцию за другой весь год и живи в постоянной путанице различных мнений, ходи от одного религиозного собрания и одной религиозной деятельности к другому и питайся сливками». Все это, конечно, уместно в свое время, но здесь говорится «работай». Как много христиан, кажется, читают вместо этого «составляй планы». У них всегда на готове прекрасные планы для обращения всего мира, но их никогда не увидишь работающими хотя бы над обращением одного ребенка. Никогда не слышно, чтобы они хотя бы словом обмолвились самым маленьким ребенком из воскресной школы. Они всегда составляют планы, но никогда их не выполняют. Но текст говорит «сын, работай». О да, те, которые сами не хотят работать, проявляют потрясающие способности в том, что обнаруживают ошибки у тех, кто работает. Они очень четко замечают все ошибки и недостатки лучших работников, отличающихся усердием и прилежанием. Но текст не говорит «критикуй», а вполне определенно «работай». Люди толпами идут в вечную погибель, а мы проводим время в дискуссиях о той или иной форме работы. Мы избираем комитеты, которые должны провести совещание и принять решение, а работа остается невыполненной. Самый лучший метод делать Божье дело. Дай Бог, чтобы мы были послушны.